Почему наша молодежь так озлоблена? Основные причины кроются в экономике. Директор Тилькэпитал Эрик Вайнштейн четко определил суть вопроса. Я цитирую. Один молодой супруг должен быть в состоянии купить дом по разумной цене в приличном городе с большими возможностями, что позволит другому оставаться дома и расти детей. Политикам нужно понять, что если у молодежи нет достаточных условий для создания семьи и воспитания детей, у страны возникают проблемы. Определенно они у нас есть. Мы поговорили об этом с Брэдом Уилкоксом, главой проекта по исследованию Института брака. Брэд, спасибо, что сегодня с нами. Сейчас мы наблюдаем, как социализм вновь набирает популярность, и людей моего возраста это удивляет. Что, социализм? Серьезно? Я спрашиваю себя, в чем же его привлекательность? И затем вижу цифры и понимаю, что если мы не исправим ситуацию, то нас действительно ждет социализм. Да, я думаю, многих молодых людей беспокоят такие вопросы, как здравоохранение, трудоустройство, финансовые обязательства, и они ожидают, что правительство обеспечит им большую безопасность, принимая во внимание нынешнюю экономическую ситуацию в Америке. Но я хочу вернуться к вопросу о браке. Я знаю, вы вплотную занимались этим. Брак, наряду с многими другими вещами, является показателем и причиной успешности. Положение семейных людей с детьми, как правило, отличается большей финансовой стабильностью. Как можно повернуть вспять эту тенденцию, когда молодые люди откладывают или вовсе избегают брака? Я думаю, во-первых, можно отказаться от повышенной налоговой ставки для супружеских пар. Это проблема для молодых и малообеспеченных людей. Затем у нас есть Медикейт, льгота для лиц с низким доходом, программа льготной покупки продуктов. Мы также могли бы более интенсивно субсидировать зарплаты рабочего класса. И, возможно, нам также следует обратить внимание на культурную среду, в которой мы живем. Подумать, как сделать брак более привлекательным, в том числе в поп-культуре. А также призывать людей к живому общению и проводить меньше времени в интернете. Похоже, что интернет-культура играет большую роль в плане нежелания американцев вступать в брак и заводить детей. По-моему, все мы заинтересованы в этом, потому что семейные люди с детьми не вступают в антифа, не громят витрины магазинов, не требуют повышения налоговой ставки до 95%. Страна с большим количеством бессемейных молодых людей очень нестабильна. Почему наши политики не принимают это всерьез? На мой взгляд, многие люди считают это своим личным делом, и что правительство не может и не должно вмешиваться в вопросы, касающиеся брака и деторождения. И они не осознают, что ситуация в наших семьях тесно связана с тем, что происходит в наших сообществах и в стране в целом. Именно. Это так очевидно. Почему мы не принимаем это в расчет как причину социальной нестабильности, способной разрушить страну? Почему не говорим об этом? По-видимому, вопросы, касающиеся развода, неполных семей и соперничества, очень чувствительны для многих из нас. Все мы знаем людей, прошедших через тяжелые испытания, и существует своего рода нежелание вдаваться в эти темы, хотя наука дает четкие ответы. В частности, исследования Раджа Чети указывают на то, что одним из определяющих факторов экономической мобильности детей из бедных семей в нашей стране является доля полных семей в сообществе. Все это имеет большое значение для нерушимости идеала американской мечты. Спасибо за эти слова, брат. Большое спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова